Я вижу вопрос, который меня возмутил про драку Феде Вальверде и Баэны. И дальше замечание. Вы же не мадридское дерби, чтобы замалчивать. Мадридское дерби? Мадридское медиа, мадридское медиа, чтобы замалчивать. Ты что, слышал про эту драку? Ну да, в Мочи Бедерей. Могу подыграть. Ну хорошо. Но надо было сказать, что мы мадридское медиа и все дела. Кто там Марко или кто у них АЭС? Кто из них главный топящий зря? Ну Марко, наверное. Ну хорошо. И я просто не видел этого вопроса. Все там разные категории. Кто-то за Переса, кто-то против Переса. Ну Марко, в принципе, мадридское. Ну раз это случилось на этой неделе, и раз спрашивают, я не вижу, ну хорошо. Допустим, спрашивают, то тут есть какие-то у тебя мнения по этому поводу? Потому что в испанских медиа даже противоречивые, ну не медиа противоречивые, а фигуранты дают противоречивые трактовки относительно того, что происходило в отношениях Вальверде и Буэны. Буэн, на, Буэны. Сонарий склоняется. Так вот, все началось вроде как еще в кубковом матче с Уреалом с Вальериалом, когда Буэна сказал, устроил треш-ток, причем треш-ток, что называется, за гранью. И он упомянул тогда тяжело беременную, тяжело, не в смысле давно, в смысле не просто протекала беременность у жены Вальверде. И могло случиться страшно, но страшного не случилось. Ребенок родился здоровым, все хорошо и с мамой, и с ребенком. И после этого случился матч вот в чемпионате, где Вальериал выиграл у Реала. И после матча, и вроде как тоже были слухи о том, что по ходу этого матча тоже каким-то образом Буэна цеплялся к Вальверде. После этого матча на парковке, ну а где же еще, Вальверде вмазал Буэне. После чего Буэна чуть ли не в суд решил подать. Клуб подистанцировался, сказал, что игрок сам будет решать этот вопрос. Чуть ли не в суд подавать на Вальверде, ему, вероятно, может грозить дисквалификация. За такое поведение со стороны Федерации футбола Испании. Пока Испанская Федерация, по-моему, никак не комментировала эту ситуацию. Но Реал, естественно, за своего игрока. Они верят в том, что действительно такие высказывания были. И не знаю, сколько это мотивировано. Но так или иначе, именно этими словами мотивировано такое действие Вальверде. Буэна утверждает, что никаких слов не было. Это все клевета. Ни одна из трансляций по информации испанских медиа. Они проанализировали все трансляции в двух матчах в Кубке и в Чемпионате. Ни в одной из них не нашли ситуации, в которой Буэна мог это произнести. В Испании очень любят читать по губам. И здесь, видимо, ничего не прочли. Это контекст. Да, мне кажется, ты очень здорово разложил ситуацию эту. Ну, то есть на стиле не получится упрекнуть, что мы что-то замалчиваем. И, наверное, хорошо, что вы держите нас таким образом в тонусе. Потому что мне действительно хочется, чтобы эта программа, наш стрим был такой обзорной штукой, где все, куда попадают всякие нестандартные истории и куда попадают просто главные события, которые происходят в футболе. Ну, то есть, наверное, этого действительно не хватало. И здорово, что ты... Я мало что могу добавить. Мне кажется, ты достаточно цельную картину изложил. Я, конечно, под своей оптикой смотрю. А получается, может такое быть, что Вальверде тоже мудак его не сыграет у Клопа. Вот под такой оптикой я только смотрю на это. Но, опять же, мне кажется, тут нет какой-то уверенности для того, чтобы сделать какие-то большие выводы. Просто вот изложить те факты, которые у нас есть. Мне кажется, ты достаточно точно изложил. Ну, и в целом сегодня много драк. Мы с тобой только не подраться пока. А это потому, что вышел сериал «Грызня» на Netflix? Да, много драк. Не знаю. Мне кажется, что для любого правления насилия это не круто. Можно ли это оправдать? Ну, часто люди пытаются это оправдывать. И, как правило, их оправдания постфактум, они выглядят более логичными, чем выглядели в моменте. А в моменте очень часто получается, что люди просто совершили глупость. Прибегая к этому, можно иначе все это было урегулировать. Ну, это общие слова, а так детали, которые у нас есть, ты изложил. Ну, кажется, этот вопрос, скорее, поведение Вальвера должен регулироваться юридически, а не морально. И вот здесь, конечно, всплывает параллель с чемпионатом мира шестого года. Тем более, что Матерас на этой неделе тоже вспомнил эту историю в очередной раз. И сказал, что он там говорил Зидану и так далее. И перед этим сказал, что, ну, смотрите, что в НБА происходит. Там это вообще не треш-ток. Там то, что я сказал Зидану, это просто как за здрасте. Так вот, там Зидан не ждал парковки. Он решил все на поле. И он за это воплотился. Суд юридически, он пострадал. Его наказали за это поведение. При этом, и, я не знаю, насколько это наказание для Матераса было в той ситуации или нет. Но и здесь, если Вальверде ударил действительно, я не знаю, видео есть или нет, я не видел их, то это тоже должен решать суд. Ну, если он так себя повел, то какое-то наказание, наверное, должно последовать. Слушай, а ты вот принимаешь как бы за данность эту фразу про то, что, ну, треш-ток это норма, и раз в НБА есть, значит, и в футболе это тоже норма. Не-не-не, это просто типа модерация, это не значит, что я так считаю. Я понимаю, но просто я не до конца это понимаю, то есть, мне кажется, если мы говорим об игре в футбол, ну, то есть, наверное, вот такие вещи, как треш-ток норм или норм, это можно на любом уровне прощупать. Но я тоже играл в футбол на очень, конечно, скромном уровне, но у меня никогда не было соблазна к кому-то подходить. И то, что практиковать, то, что ты называешь там эматерации треш-током, мне кажется, ну, это какой-то бред, честно говоря. Короче, это не моя территория, но меня просто удивляет, что кто-то считает, что это норм, это, по-моему, не норм, но, опять же, драться тоже не норм. Ну, у меня тоже никогда не было соблазна к кому-то подходить и вот говорить что-то подобное, но это странновато, что именно так выводить из равновесия, но он для кого-то, видимо, нет таких внутренних ограничителей, так и критик пишет. Вальвердо не зря был любимчиком Зидана, может быть, даже пошел дальше, сдержался, не удалили, не подвел команду, вышел на парковку. Неплохо, ну, получается, что мы за все хорошее против всего плохого, но, честно говоря... Нет, так это не значит, что может быть... Так, прости, честно говоря, что? Честно говоря, мне кажется, в некоторых случаях это вполне уместно, то есть, когда действительно кажется, что вот такой фигни незначительной можно избежать и не заставлять нас потом, это претензия к Байне и Феде Вальверде, обсуждать это на пятом часу стрима. Вот не подрались бы, мы бы уже могли пойти спать.